Явился, не запылился. Привет. Ты в курсе, что вчера, пока мы у тебя сидели в комп играли, школьники мне колпачки с колёс крутили вот с той стороны. Неприятная ситуация, если честно. Вот здесь вот у меня две маленькие кошечки. Хорошенькие, да? Вот это типичный малолетний идиот. Вы школьники козлобаны, которые колпачки крутите с машин, пожалуйста, перестаньте это делать. Пожалуйста. Новость номер один. Ягуар продан? Да. Оп, денежки. Ягуар продан за два с половиной миллиона рублей. Я уверен, что Ягуар попал в хорошие руки, потому что ребята занимаются этими автомобилями. Сказали, что с ним, конечно же, есть что поделать, но в целом, проходим аккуратненько, вариант неплохой. К сожалению, ребята, кстати, не захотели сниматься. Ну да ладно, что с Сабурбаном? Сабурбан пока продаётся. Машина на любителя, честно говоря. Что касается Маруси. Мы вчера посмотрели на кокпит уже готовый, но я не вижу смысла вам показывать вот эти вот маленькие детальки. Лучше там в следующей или через одну серию мы покажем вам уже комплексно, что произошло. А с ней уже до хрена, что произошло. Сейчас мы поедем за тачками. Вчера я сделал один звоночек. Да, Тигран, братан, нет времени объяснять, мне нужны тачки. Давай какие? Я сижу, грущу и думаю, нужно срочно что-то перепродать. Пусть будет три тачки. Гриш, ну глянь, пожалуйста, в этом месте. Сможешь? А цены? Цены там написаны, ты просто посмотри, что тебе интересно, понимаешь, да? Дело было вечером, делать было нечего. Нам сказали, что у нас будет много машин, на которых можно даже заработать. Поэтому, Константин, я прошу, спасибо. Отправляемся за приключениями и любимыми вашими ведрами. Оооо, наконец-то, наконец-то, наконец-то! Бери ягуар, говорили они. Бери пять литров, говорили они. Вон у меня бенз уже кончился. По сравнению с Тойотой, расход и обслуживание этой машины просто космических денег стоит. Сколько ты в месяц на бензин тратишь? Можем помолчать на эту штуку? Здрасьте, сотый на полторы тысячи. Я, конечно, не сахарный, хоть и булочка с корицей, но до заправки я могу дойти. Но зачем? На улице сейчас показывает 30 градусов, на солнышке плюс 40. Я сижу в тачке, я могу не выходить из машины, заправляться. Мега лайфхак для всех, для этого. Захожу в приложение Яндекс.Заправки, выбираю колонку. Все, топливо пошло. Кстати, прикольная анимация. Да, да. Так, мы походу заправились. Оцените обслуживание. Пять звезд. Я сейчас заправил машину с помощью приложения Яндекс.Заправки. Это отдельное приложение. Но вы также можете заправить свой автомобиль с помощью приложения Яндекс.Навигатор или карты. Там как бы это тоже интегрировано. Подожди, а вот у меня сейчас вопрос. А чего он на заправке забыл? Он же не на бензине ездит. А, он может воспользоваться приложением Яндекс.Заправки. Иду себе в тачку заказать, а не выходить из тачки вообще. В условиях пандемии пользоваться приложением Яндекс.Заправки как никогда актуально, потому что это безопасно. Я ни с кем не контактировал. В общем, дорогие друзья, мир поменялся. Пора менять и свои привычки. Теперь для того, чтобы заправиться, не обязательно выходить из машины. Это быстро, удобно и безопасно. Ссылка на приложение Яндекс.Заправки в описании. Короче, нет времени. Сички, как говорится, мять. Нужно хорошенько поработать. Поэтому я позвонил своему мистеру Стигу и сказал, можно я к тебе приеду? Он сказал, можно. Это человек, который имеет автоломбард и у него есть очень-очень много машин. Сегодня вы его здесь не увидите. Не потому, что он скрывается, а потому, что он на море. Я уже попросил у него хотя бы три машины, которые я могу купить. Так ты презентуй. Это первая тачка. И это? Да это Омега. Чего я презентовать? Ой, здравствуйте. Что она как-то немнадежно? Нужно держится. Ты застрял? Да. Нет, не могу. Не из технического. Дырка маленькая. А, вот он. Привет. Привет. Да не, вроде держится. Стряхнули пыль со стричка. Пластиковый порог вроде присутствует. Главное, чтобы обычный тоже был. Молдинга не хватает у нас. Причем двух. Ого. Что там? Слышишь, а у него дно-то походу есть. Вот это я сейчас был приятно удивлен. V6. Это самый главный плюс этой тачки. Ну, типа быстро. Есть прям дно-версия, а это типа не дно-версия. У нас священная Омега. Мне кажется, это для воздушных потоков, чтобы создавать торможение. Едешь в 100 км в час тормоз, нажимаешь-таки подкрутишь. У тебя же на Ягуаре открывается спойлер, когда ты тормозил? Спойлер открывается, когда разгоняешься. Здесь, наверное, тоже вот так вот. Вот так вот. Здорово, отец. Привет. Привет. Что тут? Это... Это Opel. Это Opel. А это что-то, по-любому из них надо будет заводить. Почему-то мне так кажется. Спасибо. Начнем с Opel. Начнем с самого дешевого. Так, V6. Стакановая машина есть. Кстати, пороги и дно вроде тоже неплохое. Аккумулятор у нас стоит. О, салончик. Как я скучал. Ну, здравствуй, любимая, оплёточка на руле. Вот, нужен кусочек мой уронил? Может, еще один кусочек какой-нибудь? Нет? Норм. Просто на улице сейчас еще плюс 30. 5 примерно. И он такой гибкий просто. Я слышу спортивный нрав у этой машины. А, гнилый древо выход. Какие у него экраны есть? Кухлимхтетельстант. Горучат. Прекрасный немецкий язык мой. Это хваталка. Слышишь? Слышишь? Стой. Это удобная штука для того, чтобы предметы сзади перехватывать. Можно пожать вам руку? Пожалуйста. Ай, 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 больно. Штуарка сзади открылась. Чего? Смотри назад. Костяна, помоги, а. Вытолкнись. Это же получается, как в 124. Так, она не закипела. Ну, все, наверное, на этом тест-драйв эта машина кончена. Я думаю, эта штука нам пригодится во своем исследовательном автомобиле. А, так далеко идти не надо. Слушай, она вообще неплохая вроде. Состоит из шпаклевки, наверное, процентов на 70. Они вообще как среднестатистические матери троих детей выглядят. Не очень, но все работает. Крыша вот здесь матовая. Наполовину. Может, у нее капот открывался? Да. У нее капот на ходу открывался. Тут есть уголки замяло и вот так долбануло, скорее всего. Слушай, солнечек уже прям бодренько. Но! У этой машины есть проблемы. Во-первых, cool check level. Это что такое? Хлаждая кинет почему-то. А во-вторых, у нее что-то с цепью. А это уже серьезно? Это была цепь. Ой. Ну комплектация, кстати, вроде хорошенькая. Вон люк есть. Это ты как определил? А, типа, что люк есть? Ну, типа люк, да. Так, люк есть. Он работает или нет? Не, люк не работает. Ну, вот современная же машина. Нашел чем подписывать договорку при продаже? Перо? Что такое? Аккуратно, только не хлопай. А, то есть тебя не закрыть. Да, погоди. Да я знаю, что вы хотите меня закрыть. Держи, держи, чтоб не открыл. Закрыл. Да, блин. С этим всё понятно. Чё, идём к следующему, что мы увидим? Да, погнали. Ох, это классика. Так, по кругу, по кузову поехали. Капот. Шпакля треснула. В жопу, короче. Мне кажется, это кто-то, знаешь чё? В джинсах синих любил ездить. Нифига, тут телевизор. Как эта штука работает? Ну вот, power. О, это как в тест. Кстати, если ты не знал, вот эти тёмные штуки, они типа ценятся больше, чем деревянные. Я думаю, они покрашены. Нет, это такие они и есть. О, гидроручник, это она дрифтовая получается. Получается, да. Уже работает. Пацаны. Где-то куда? Не, ну плюс какой-то должен быть. Да и минус какой-то. Да минусов тут много. Здесь большой-большой минус, да, скорее. Пусть лежит. Гриш, обрати, как он запарковался. Сейчас я вас научу, как красиво и аккуратно парковаться. Что за жесть? Работает. Как часики, как часики. Это BMW, это немецкое качество. Как часики немецкое качество, Opel запустился. Звуки любви. Там бордёр. Блин, пожалуйста, включись в монитор. Вдруг его там нет, это просто заглушка. Нет, есть. У меня всё подключено. Как это тогда? Обратно. Жизнь. Меняйте. Вот так. Зачем двое текло. Зачем двое текло. Те самые пацаны в 4 утра под твоими мокрами. Ну ладно, она вроде едет. Пойдём к следующему автомобилю. А это мы так ехали, да? Пойдём. А вот и последний автомобиль на сегодня. Это фальсовагент Passat. Под предварительной информацией у него один владелец. Так, по кругу, по кузову. Ну тут вот где-то есть что-то такое. Чуть-чуть тоже коцка есть небольшая. О, она открыта, кстати. Я слышал в огне у неё. Да? Ебать. Ну, такое среднестатистическое. Просто сел, поехал. Видишь, как у него молдник волной пошёл. То, что дверь волной пошла, тебя вообще нет. Не смущает? Да это просто тошнотка. Костян, садись, поехали. На их глазах я вижу свои мысли. Слушай, вообще-то неплохая машина. Антоха, это почти как твой Тегуан, я тебе хочу сказать. Да, только у меня плюс-минус при том же пробеге на 70 меньше машина. Десятки раз живее и мне хотя бы ремень дать работать. А ошибка, она не смущает? Смущает. Лямбда. Какой лямбда? Ну, этот значок. Это значок не лямбда. Это значок накала свечей. А то BMW-шники знают все свои лампочки. Смотри, какие машины нас интересуют из всех просмотренных. Давай по ценам по порядку. Фассат. 300. Бежи. Что с омегой? 40. Следующий автомобиль по интересности, который меня интересует, 39-ка. Сик хочет 95. А вы хотите сколько? Мы хотим 85. Ага, ну и типа середина. Да, середина 90. И на 5000 мы как раз все помоем. Сашка, что с ней? У нас она авангард комплектуха. Сыпь стучится. Что она? Я думаю, что 250. Может оптом скидка. Скидочку? Ну да, маленькую-малюсенькую такую. А Гриш тебя так при встрече обнимет. За объятие с Гришей давайте еще 10 скинем. 670 тысяч рублей за все. Да. Братан, по рукам, при встрече тебя обниму. Всем нужны деньги, а что так? Ну это, товар здесь, купца здесь нет, но ты за него. 670 тысяч рублей. Ну это, спасибо что ли? Что, помог показать машину и прикурить? Не за что. Стику привет. Хорошо. Знаешь, что самое интересное? Насколько мы сейчас сменим локацию? Просто вот здесь я слышу, как мойка шуршит. Но я не хочу так близко мыть машины здесь. Подожди, нам надо еще цешку забрать отсюда. А, давай тогда тут помоем. А, давай тут помоем, а на цешке уедем потом. Пойду спрошу на мойку пока, что там. Слышишь? Тут даже камера заднего вида есть. Чего, серьезно? Смотри. Ни фига себе. Слушай, да, Омега, это неплохая тачка. Сейчас рядовой Мерседес домывается и валим на парковку. Подходи, выбирай, ведро мечты покупай. Открываем автоярмарку. Прямо сейчас все эти тачки с глаз долой. Нужно заработать кэш. Маруся сама себя не соберет. И, короче, пацаны уже приехали. Интересует только вот этот Мерседес и Беха. Да? Да. А вот этого человека мы уже видели. И я больше никогда не буду покупать эти машины. И по чем ты купил? Не скажу. Ну, по чем купил? Это секрет. Ну, всем интересно. После продажи. Я считаю, что ценники довольно вкусные, пацаны. Пять минут. Берем. 410. 410 за обе. Да. По рукам. Мерседес отъезжает за 290 тысяч рублей, а БМВ улетает за 120 тысяч рублей. Мы тут одну тему увидели с пацанами пока. Ты там истории в инстаграм снимал. Че? Короче, открываешь заднюю дверь. Ну. Смотри на это сидение. Да ладно! Так это что, бизнес-класс получается? Тянуться, конечно, придется, чтобы поесть. Это нереально комфортный автомобиль за эти деньги. Алло, Гриш, здорово, это Арт. Привет, привет, ты записан. Да, слушай, 39 продана или нет еще? Да, уже уехала, прикинь, только что. Ёб твою мать. Ну, 8 минуты строится положил. Есть Омега. Ага. Нужна, нет? Вэшка. Вэшка. И сколько денег? 75. Где находишься? Белая дача, глобус. Ивань. Мы тебя подождем. Давай, 2 секунды, звоните. Ты Ара хороший чел. Ара хороший чел. Давай ему отдадим. 75, да. Прикольно, почему нет? Пацаны! А пойдемте по саду смотреть. Охренеть, тут банда приехала. Потому что первая банда приехала, а что вторая. Сколько мы им даем? Ну, 5 минут пусть будет их много, они пока поболтают. Все, пацаны уезжают на тест-драйв. Я хочу тебе предложить цену за нее. 330. И мы обнимемся. Нет. Давай. Тачка поступает в продажу. Ставь, тачка поступает в продажу. Нет, за 300, нет. Цена без торга. Давай, вот, ни тебе ни мне, 340. Нет. Мы не торгуемся. Цена 350 тысяч рублей. Я точно знаю, что эта машина уйдет за эти деньги. Минуты дошли и 9. Все. Вот видите, что сейчас произошло? Люди приехали покупать машины. Где я их продаю? Я их продаю в своем инстаграме. Если вы так же хотите успевать проверять за этими тачками, следите за моими историями. Мне кажется, на каждой машине, которую сегодня забрали, можно спокойно заработать. Как дела? Нормальный. Ты чё сам как? Мы тебя самое вкусное приберегли. Да. Что здесь происходит? Я сидел грелся. Ты просто пока сидел грелся, понимаешь, я ему говорю 350. Я ему по руке хлопнул, сказал 348 500. Типа говорит, давай скинь. Она закрыта? Скинь хотя бы. А около 3000 получается? Нет, у нас же первое правило. У нас машины без торга. Это большой бородатый мальчик. Он обнимается со всеми так, что потом они ложатся в больницу. Ничего страшного. Я готов за 2000 в больницу лечь. Я же Юрий. Все, 350 тысяч. Дзинь мне говорите. Нам мужика сказал. 350 тысяч. Даже когда камера выключится, у меня в руках будет 350 тысяч. Да нет, 350 тысяч. Дзинь. У нас тут не стоит, это лишнее. Семьдесят, восемь, девяносто тут. Чё? А, ну всё, остальное пусть банкомат снимает. Слышишь, смотри, он опять машину продает на месте. Блин, я хуею, большего машины не продаем. Подобное поведение недопустимо. Давай, пока они ездят с деньгами, Ари покажем машину. Ара! Ну привет. Здорово. Тут вот автомобиль тебя поджидает. Эта машина не мне, это машина и мой друг мой. Он, короче, я его просто, мне уже сколько? Медь, год, полгода подначил, продай Волгу. Так. И тут я про Мегу услышал. Я, кстати, знаешь, что заметил? Он очень похож на этого. На Михеева или как? Ну, ну, а не важно. Что на японском значит не совсем, бля. Пес, пойдём, я тебе главный приколяс пока покажу. Толкай его вперёд. Да ну нахрен. Миш, мы берём. Что-то уже посветлело пока мы это, пока мы деньги ждали. Давай. Ты скинул сколько? 170. 170. 90 дал на руки. 260. Есть и ещё, сколько ещё? 19 тысяч рублей. Поздравляю вас. Всё, берёшь? Дай попасть. Продано. Всё, берёшь? Да. Там лазит, там всё уже. Ты тут лучше покупатель. Бля, просто красавчик. Лучше покупатель. Всё. Не надо, я сломаюсь, я дрысь. Давай, конечно. Карта. Покупает, но я там карта. А, из-за того, что он хороший покупатель, у меня для них есть подарки. Это прикуриватель и аукс. Который ты спёр соседью. Который ты спёр соседью. Машин? Да. И, кстати, самый большой прикол. Мы думали, что это гниль. Ну, типа, машине хана. Ребята, это дверь. Арк-то у нас целая. Так что я, вообще, полностью доволен покупками, доволен продажами. Мистер Стик, ты лучший. Когда-нибудь я вас с ним познакомлю. Малиновый рассвет. Всем спокойной ночи.